Здравствуйте, я Настром 871. Сегодня я хотел бы выполнить тестирование антивирусного решения KIKO 360 Software 360 Total Security версия 10.8.0.12.34 по состоянию на 28 декабря 2020 года. Тестирование выполняется в операционной системе Windows 10 64 бита профессиональная. Аппаратная часть тестовой машины, процессор FX8 350, 16 ГБ оперативная память, 120 ГБ SSD. Перед выполнением установки антивирусного решения территория компьютера проверяется дополнительными сканерами на предмет наличия каких-либо опасных элементов до фактического проведения тестирования. Zimano Antimalva. Каких-либо опасных элементов на территории компьютера не обнаруживает. Hitman Pro. Следов заражения системы не обнаружено. Malvibytes Antimalva. Версия корпоративная. Выполнялось быстрое сканирование. Опасные элементы на территории компьютера обнаружены не были. Приступаю к установке антивирусного решения. Антивирус установлен. Выполняю настройку и обновление. Обновление до последней версии 10801234. Выполняется установка дополнительного двигателя. Облачный сканер. Исправление системы. QVM2 интеллектуальный. Обнаружение скриптов. И Compeng. После выполнения настройки и установки компонента защиты документов, который способен защитить документ пользователя от изменений, была выполнена перезагрузка системы. Для того, чтобы вступили в действие все обновленные функции продукта. Приступаю к загрузке с удаленного ресурса подготовленных тестовых архивов со зловредными элементами. Первый архив на загрузку общий с различными зловредными элементами. Загрузка. Объект сохраняется в директорию загрузки. Второй архив содержит энкодеры. Накопительный. Загрузка. И последний, третий архив, также с энкодерами, который ведется с января 2020 года. Загрузка. Загрузка завершена. Все архивы в директории. Выполняю распаковку. Первый архив накопительный с различными зловредными элементами. Извлекаю. Ввожу пароль. Появляется предупреждение о обнаружении опасных элементов. В режиме реального времени 360 начинает удалять угрозы. Распаковка завершена. Второй архив накопительный с энкодерами. Извлекаю. Ввожу пароль. Архив распакован. И последний архив на распаковку также с энкодерами. Извлекаю. Ввожу пароль. Все архивы распакованы. Удаляю архивные паковки. Выполняю принудительное пользовательское сканирование распакованных директорий. Завершается сканирование. Было обнаружено 21 512 объектов. Выполняю исправление. Начинается автоматическая процедура обработки обнаруженных угроз. Данная операция займет некоторое время. Удаление объектов завершено. Все угрозы ликвидированы. Проверяем количество оставшихся элементов в директориях. Энкодеры второй накопительный архив. Блок A. На остатке один элемент. Блок B. На остатке 1014 объектов. Большое количество элементов имеют измененную структуру. По всей видимости антивирус выполнял с ними некоторые действия. Энкодеры первый накопительный архив. Блок A. На остатке 10 элементов. Блок B. На остатке 939 объектов. Некоторые из них имеют измененную структуру. Общий архив с различными зловредными объектами. Бэкдо. 6 элементов. Батскрипты. 31 объект. Ботнет. 4 элемента. Дроппер. Объектов нет. Молва. Здесь имеется большое количество элементов, которые подвергались распаковке. Я удаляю эти дополнительные объекты. В итоге на остатке 141 элемент. Многие объекты имеют видоизмененную структуру. Объекты категории новых. 33 элемента. Рансом. Объектов нет. Угонщики и подложные антивирусы. 10 объектов. Спайагент. Объектов нет. Троян. 1 элемент. Троян. Крипт. На остатке 6 объектов. Вирус. Здесь также имеется большое количество элементов, которые извлекались в процессе обработки. Я удаляю эти файлы. В итоге на остатке остается 268 элементов. Из них некоторые объекты имеют измененную структуру. Черви. Удаляю объекты, которые были извлечены. Здесь все элементы, кроме одного файла в категории PDF, были извлечены. Таким образом, фактически остается один объект, и тот, возможно, уже подвергался обработке антивирусом. Приступаю к запуску в режиме реального времени оставшихся элементов, начиная с энкодеров. Второй накопительный архив. Блок A. Появляется в памяти, анализируется. Определен как зловредный. Блок B. Так как здесь большое количество элементов, запуск будет выборочный. Продолжение следует... 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 Все объекты были запущены... Некоторые элементы запускались выборочно... ввиду того, что их находилось в директориях большое количество. Только в директории Backdoor имеются объекты, которые подвергались обработке. Проверяем директорию для шифраторов. Архивы доступны. Видеообъекты все доступны. Музыкальные объекты доступны. Файлы документов все доступны. Изображения доступны. Шифрованию не подвергались. Насколько я понимаю, шифратор успел отработать определенную директорию, после чего был обработан антивирусом. Выполняю сканирование системы при помощи антивируса. Также выполнялось частичное сканирование в процессе выполнения обработки опасных элементов. Выполняю полную проверку. Завершается сканирование. Были обнаружены дополнительные угрозы 23 объекта. И все они в директории загрузки. Удаляю. Все объекты обработаны. Выполняю рестарт системы. В ходе загрузки каких-либо дополнительных объектов не загружается. В память дополнительные элементы не прописаны. Согласно данных комода Kill Switch, какие-либо неизвестные, опасные элементы в настоящее время в памяти отсутствуют. Проверяем объекты для шифраторов. Архивы доступны. Видео объекты все доступны. Документы доступны и читабельны. Музыкальные объекты все доступны. Изображения. Все элементы доступны. Шифрованию не подвергались. Эти же объекты на диске C. Абсолютно такая же картина. Все элементы доступны и шифрованию не подвергались. Удаляю объекты из директории запуска. Все элементы легко удаляются. В режиме реального времени какие-либо опасные элементы из данных директорий не работают. Выполняю сканирование системы дополнительными сканерами. Hitman Pro находит на территории компьютера три опасных элемента и три следа. В директории Temp библиотека. Троянт-женерик. Компонент не работающий и соответственно не активный. В пользовательской директории UpdateRoaming своя директория. Запускаемый элемент молва. Ген вариант графта. Не работающий. И объект блок A. 125 элемент UpdateRoaming. Троянт-женерик. Данный файл не активен и в настоящее время в системе не работает. Zeman Antimalva каких-либо опасных элементов на территории компьютера не обнаруживает. Malvaebytes Antimalva. Версия корпоративная. Выполнялось быстрое сканирование. Опасных элементов на территории компьютера обнаружено не было. Таким образом, в ходе выполнения тестирования, хотелось бы отметить, что использование имеющихся двигателей в данном антивирусном продукте позволяет своевременно обнаружить и удалить в процессе распаковки и сканирования большую часть зловредных элементов. По многим объектам антивирус принимал дополнительные решения и обрабатывал их на свое усмотрение. Таким образом, в директориях появились объекты с измененным содержимым. Фактически эти объекты либо не запускались, либо работали некорректно, либо не выполняли какой-либо зловредной деятельности. Те же объекты, которые запустились и присутствовали в памяти, нанести какого-либо значительного вреда компьютеру не смогли. Файлы пользователя остались нетронутыми, шифрованию не подвергались. Продукт имеет большой набор дополнительных утилит, защита документов, восстановление файлов и платные дополнительные компоненты, которые в тесте фактически задействованы не были. По итогу проверки оставшихся элементов, территория компьютера практически находится в чистом состоянии, есть некоторые объекты, которые сохраняются в системе, но не работают и не запускаются, на автостарт не поступают. Шанс запустить эти элементы достаточно невысок. С вами был Настрома771. Благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok